МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В возгорании находились два человека. Обоих удалось спасти. Тревожный звонок дежурной части раздался в полвосьмого вечера. Сообщили, горит баня и дворовые постройки. Как позже выяснили пожарные, эта баня была переоборудована под дом. Там жил 60-летний мужчина. Своё жильё он сдавал за деньги знакомым. Накануне вечером пенсионер выпивал со своим другом. Тот посреди ночи обнаружил возгорание. Проснулся от запаха дыма и попытался вынести своего спящего собутыльника из огня. Когда этого не получилось, позвал на помощь квартирантов. Те уже вызвали пожарных и вытащили из огня пострадавшего. Тело мужчины обгорело на 60%. Сейчас он в тяжёлом состоянии находится в реанимации. Причина возгорания, говорят пожарные, неосторожное обращение с огнём. По словам родственников, пенсионер часто курил в постели. Неоднократно уже постояльцы, кто проживал в доме, они ходили за ним, смотрели. Потому что несколько раз уже они тушили за ним то матрас, то одеяло. Вот в итоге так вот и получилось, что если бы не проснулся бы его друг, собутыльник, то было бы у нас опять два трупа в мизенке. Ещё одно происшествие, на этот раз на бульваре Олещенково, попало в объектив наших городских репортеров. Вандалы частично разломали ледовый городок. Вместо фигурок теперь здесь глыбы льда. Новогодний городок весь разбит. Все поломаны. А снег так и не увезён. Глыбы льда разбросаны по городку. Мало того, что эти глыбы льда портят внешний вид бульвара, так и за них ещё постоянно запинаются и падают дети. Возмущается городской репортер Валентина. После такой прогулки домой малыши возвращаются в синяках и ссадинах. Горожане надеются, раз уж ёлку убрали, до льда у рабочих тоже руки дойдут. Дворы Заречного сегодня начали очищать от снега. Основные силы коммунальщиков сейчас брошены на уборку самых проблемных территорий. Дворов, откуда больше всего поступало жалоб и заявок от жителей. Во двор 14-го дома по улице Кузнецова техника нагрянуло сегодня около 8 утра. Большой фронтальный погрузчик и маленький бобкэт аккуратно сгребали снег в куче. А затем грузовик вывозил его за пределы города. По такому сценарию уборка пройдёт по всему Заречному. В графике коммунальщиков около 25 дворов. Очистить их планируют до середины марта. Снега в этом году выпало много, но основная проблема, говорят коммунальщики, автомобили припаркованные во дворах. Где-то водителям спецтехники в буквальном смысле приходится изворачиваться. В других случаях лично беседовать с нерадивым автовладельцем. То есть убедительная просьба, да, убирайте машины со двора, так как это, во-первых, делается и для вашего блага, и работа техники коммунальной гораздо удобнее. На этой неделе коммунальщики побывают во дворах на Кузнецово, Олещенково и Ленинградской. Подробный график уборки сейчас на ваших экранах. Особое внимание ему просят уделить водителей и убрать машины со дворов и стоянок на Ленинградской 16, 20 и 8 магазина. Чем меньше там будет машин, тем быстрее оттуда исчезнет снег. Мезенские школьники встретились с героем Советского Союза Николаем Григорьевым. Ученики из первых уст хотели узнать о том, как проходила Великая Отечественная война и чем была страшна Сталинградская битва. О героях и патриотах в нашем сюжете. Десятиклассник Иван Эрднев рассказы героя Советского Союза слушает с особым трепетом. Дед молодого человека тоже воевал. По воле судьбы в той же части, что и Николай Григорьев. Вот только расспросить своего дедушку о войне Ваня не успел. Когда мальчику было 5 лет, дедушке не стало. Теперь о тех нелегких временах Иван Эрднев узнает только от сослуживцев деда. Конечно, за живое, скажем так, эта беседа меня взяла. Ну, конечно, печально, что ветераны постоянно уходят, да, у нас. И большое счастье, что удалось пообщаться с таким человеком, героем. Героев Советского Союза в России действительно осталось очень мало. На Урале всего один. Это Николай Григорьев. На войну Николай Михайлович отправился в 43-м году, когда ему было 17 лет. Тогда молодому пареньку казалось, что война продлится недолго. Однако этот миф быстро растворился. На смену пришли суровые боевые будни, окопы и серьезное ранение в грудь. Сегодня этими воспоминаниями Николай Михайлович делится с мизенскими школьниками. Битва такая была, что несколько часов шел один скрежет железа. То есть танки, танки, танки вались. Вот друг друга топтали. Вот, все горело. Металл горел. Идея организовать встречу школьников с ветераном Николаем Григорьевым возникла у активиста Александра Мусихина. К тому же появил советский повод. 2 февраля в России отмечают День Победы Советских войск в Сталинградской битве. В этот день подарок Александр Мусихин сделал и ветеранам. Отвез их в Большие Брусяны, в музей Великой Отечественной войны. Музей очень хороший, в Больших Брусянах. Идея уже эта не новая. То есть ветераны сами хотели пообщаться, потому что многие работали в молодости вместе. Подобные встречи Александр Мусихин планирует проводить и впредь. В ближайшее время вместе с ветеранами они посетят воинскую часть на Гагарском разъезде. А ближе к 9 мая отправятся в музей под открытым небом в Верхней Пышме. Александр Кузнецов, Алина Малоянова, Антон Коряков, Павел Панов. Детали дня. В первую субботу февраля школы Заречного открыли двери для своих выпускников. Однако в этом году ежегодную традицию многие нарушили. Из семи городских и сельских школ встретиться с бывшими учениками решили только три. Остальные долгожданные встречи отложили до юбилейных дат. В четвертой школе на вечер встречи собрался только один класс 2007 года выпуска. Бывшие ученики обменялись впечатлениями, накрыли праздничный стол и посмотрели видео с последнего звонка и выпускного. В школе номер 7 к праздничному вечеру подготовились основательные. Выпускникам показали традиционную новогоднюю сказку. Мюзикл для них подготовили нынешние школьники. А вот выпускники школы номер 3 отметили не только юбилей выпуска, но и 40-летие любимого учебного заведения. О том, как это было, смотрите завтра в программе «Детали дня». Чтобы купить автобусный билет на междугородний рейс, теперь придется предъявить паспорт. Эту меру с 1 февраля ввели на Северном автовокзале Екатеринбурга. Пока паспорт понадобится только при поездке в другой регион. До 1 июля кассиры будут спрашивать документы у пассажиров и при наличии вводить данные в регистрационную базу. Если паспорта не будет, билет все равно продадут. А вот след и предъявление документов при отправлении в другой регион станет обязательным. В Министерстве транспорта отметили, что эта мера вводится для усиления безопасности. Отметим, что продажа билетов по паспортам на Северном автовокзале давно действует на международных маршрутах. Поэтому опыт у сотрудников автовокзала уже есть. А теперь к новостям спорта. Зареченские хоккеисты вышли в четвертьфинал первенства Свердловской области по хоккею. В отборочном туре «Феникс» одержал победу в 10 встречах из 11 возможных. И уверенно занял первую строчку турнирной таблицы. Свой первый четвертьфинальный матч «Феникс» проведет в Лесном с командой «Факел». С ними нашим хоккеистам уже приходилось встречаться. На этапе отборочного тура зареченцы не без труда обыграли спортсменов из Лесного. И поэтому, уверены наши болельщики, смогут сделать это еще раз. Матч состоится в среду 6 февраля. Об итогах мы вам обязательно расскажем. Не пропустите. Жителю Заречного удалось полетать над Австралией. В 300 километрах от Сиднея в местечке Форубс прошел чемпионат мира по дельтапланиризму. Светловскую область на соревновании представлял всего один спортсмен. Заречниц Сергей Суклета. Рассказ о том, как это было, из первых уст без наших комментариев. Местечко Форубс называется. Небольшой городок. Там большое пространство, большие возможности для полетов. Дельтаплан в данном случае это была аэробуксировка. То есть мы уже ложились в дельтаплан. Подвеска одевается. Ложишься на тележку. И потом на веревочке буксируешься за самолетом. Там небольшой самолет специальный, Драгонфлай. И за ним идет буксировка. Метров на 300-400 затягивается наверх. И там уже обрабатываешь термический поток. Поднимаешься вверх и летишь дальше. Было много птиц. Много орлов в воздухе. Они временами были агрессивными. То есть это может быть особенность Австралии. Мы нападали на аппараты в воздухе. 91 место из 108 человек. В общем-то это не лучший результат. Но сказать то, что проиграл, язык не поворачивается. Потому что пролетанный километраж это полторы тысячи километров за 10 дней получился. Это без мотора получается. Просто полеты в потоках на расстояние, на время. И все 10 дней летные. Все 10 дней полета от 3 до 7 часов в воздухе. То есть просто есть 90 человек, которые сильнее летают в мире. До весны еще далеко, но синоптики обещают потепление уже завтра. Подробнее о погоде расскажем прямо сейчас. Прогноз от агентства «Гесметио». Завтра утром синоптики обещают облачную погоду. Температура воздуха минус 13. Днем возможен небольшой снег, но зато за окном резко потеплеет до минус 7. Вечером осадки продолжатся, а воздух прогреется еще на 2 градуса. Ветер преимущественно южный с порывами до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Не забывайте сообщать нам новости и вы. Все, что вас волнует, возмущает или радует, может стать темой нашего сюжета. Свои видеоролики вы можете присылать на наш почтовый ящик. За самые интересные сообщения мы дарим подарки. И на этом все. Увидимся с вами завтра на канале Заречен ТВ. До свидания.